доброго времени суток друзья с вами варчик и в этом видео я вас покатаю на броне автомобиле 5 уровня с которого и начинается наша новая ветка средних колесных танков британских активно качаю эту ветку практически на всех танках уже взял мастера поэтому есть о чем поговорить про каждый танчик сделаю видео и это первое видео в нашей серии в нем мы будем говорить про танк эй и си арморед кар этот броне автомобиль разработан на основе тягача matador 08 53 и стал самым массовым тяжелым британским броневиком его выпускали крупной серии 41 по 43 год было построено 629 машин таких в различных модификациях вот уже нельзя сказать что этот танк придумали и нарисовали на салфетке этот танк даже эксплуатировали до 77 года теперь давайте поговорим про этот танчик в игре начнем с брони примерно если посмотреть на общую броню той она примерно равняется обычному пробитию фугаса на низких уровнях то есть иногда это танк будет спасать нас от фугаса и от самых самых слабых пушек на то он и бронеавтомобиль поскольку такая броня чаще всего делается от пулеметов нежели от каких-то там крупных орудий танков чтобы экипаж защищать от осколков от автоматов пулеметов и так далее но никак не от пушек поэтому не удивительно что фугас этот танк пробивать будут особенно если эти фугасы с повышенным пробитием то этот танчик будет просто разлетаться в щепке давайте поговорим про самые яркие минусы этого танка и самые яркие плюсы наверное одно из самых грандиозных достоинств этого танка это орудие сделаю небольшой спойлер дальше по ветке это традиция не нарушается и это хорошо что преемственность от начальных уровней этой ветки до последних сохраняется пробитие базовым снарядом на пятом уровне 121 а специальным 180 до эти снаряды не летят прям уж слишком быстро но и скорость не является плохой средненькая также время перезарядки 2 и 8 меньше трех секунд это практически как с пулемета также разовый урон конечно же небольшой 90 в целом дпм почти 2000 точность 039 сведения 2 секунды и это орудие на пятом уровне орудие действительно является огромным преимуществом этого танка но и цена такого снаряда конечно же 30 копеек даже если мы полностью зарядим весь боекомплект 80 снарядов это будет очень дешево да и с таким пробитием 121 на пятом уровне мы сможем пробивать практически все что мы увидим в качестве врагов также огромным плюсом танка является 60 километров вперед скорость максимальная удельная мощность 20 но здесь уже начинаются и главные минусы танка это маневренность и общая выживаемость во первых наш танк а точнее бронеавтомобиль массой 14 тонн мощность двигателя 290 и такая преемственность вдоль ветки сохраняется даже обычное дерево может стать непреодолимым препятствием особенно если у нас есть колеса которые лопнули ведь если нам сломать колеса танк очень сильно теряет скорости и даже обычное дерево нас победит потому что танк просто перестает ехать так он еще и плохо поворачивает даже когда все колеса целые скорость поворота 30 градусов в секунду но на деле в начале видео я специально оставил момент когда наш танк поворачивал я в повороте чуть не уснул и эта преемственность вдоль ветки тоже сохраняется главные минусы это как ни странно у бронеавтомобилей это их колеса их все время нужно держать в сохранности они всегда должны быть целые лучше без ремки никуда не врываться поскольку если вам сломают колесо то дальше ваш бронеавтомобиль никуда не поедет очень сильно в этом плане напрягает артиллерия поскольку сплэшем она бывает и несколько колес может снести и тогда уже беда если нету ремки силуэт большой поэтому в нас легко попадать нас легко пробивать выживать на этом танке сложно выживаемость на низком уровне как нужно на этом играть аккуратненько занимаем за счет максимальной скорости позиции и за счет орудия своего хорошего расстреливаем врагов которые подставляются при этом сами мы играем как танк поддержки со второй линии налить на первой линии нужно только в ситуациях где нет выбора и тогда все будет хорошо также боимся артиллерию без ремок никуда не упарываемся не врываемся поскольку это может закончиться очень плачевно но опять же все зависит от ситуации также арта наш злейший враг поскольку наши колеса от нее лопаются очень жестко и это нас будет сопровождать вдоль всей ветки ну и также у нас еще обзор 350 это не выдающийся обзор на пятом уровне много у кого есть тоже 350 но есть танчики конечно у которых побольше у одноклассников обзор там бывает 350 360 370 у нас типа в балансе по нижней планке в целом вот такой вот получился бронеавтомобиль неплохой я катался со следующим оборудованием досылатель просветленная оптика вентиляция также еще ремка аптечка допаек ну а полевой модернизации на пятом уровне нет как для прокачки неплохой танк особенно с таким хорошим орудием и максимальной скоростью наносить урон не сложно пробивается все очень легко неплохой получился танк как для прокачки в ветке проходить такой танк не сложно приятно но оставлять в ангаре я бы его не стал и я и не стал поскольку 5 уровень в основном пропускает большинство акций и делать на этом уровне особо нечего если бы этот танк был какой-то сверх легендарный можно было бы его оставить но танк вполне себе хороший как для проходного вот такое мое мнение про этот танк свое можете написать в комментариях в конце покажу три победителя по 500 золота из комментариев на ю тубе и три победителя по 500 золота из комментариев на вк-видео а если вы играете на рубай регионе и тоже хотите принять участие в розыгрыше золота оставляйте свои комментарии в конце не забывайте никнейм также обязательно ставьте лайк особенно в контакте сам был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи пока